Расширить проектное управление во всех образовательных учреждениях города. Такая задача поставлена перед педагогическим сообществом областного центра. В Белгороде прошла традиционная августовская педконференция. Открыл и вилгию мэр города Константин Полежаев. О перспективах на новый учебный год в материале Елены Коржовой. Готов работать с помогательным персоналом школы, готовы работать в педагоге. Они все участвуют в жизни этих детей, с ограниченными возможностями и здоровья. Принять в 43-й Белгородской школе готовы детей с аутизмом. С нового учебного года здесь открывается два ресурсных класса. Это один из проектов, представленных мэру Белгорода Константину Полежаеву в ходе экскурсии, предварившей конференцию. Осматривая обширную экспозицию, Константин Полежаев постарался уделить внимание каждому. Говорили о воспитании прекрасным и изучении английского. Создании музеев и индивидуальных образовательных маршрутов. Но главное – сохранении детского здоровья. Этой теме посвящены проекты 69-го сада, 32-го лицея и 36-й школы. Нам необходимо будет провести, скажем так, учебные методические занятия по внедрению вот этого проекта, где школа – территория здоровья на территории всех школ. Оценить опыт коллег, поделиться наработками и обозначить перспективы – таковы задачи августовской ПЕД-конференции. В этом году она посвящена проектному управлению как механизму работы. Когда мы ставим перед собой конкретную цель, определяем шаги ее достижения, мы, безусловно, собираем, концентрируем все ресурсы, которые для этого необходимы – и финансовые, и человеческие, и интеллектуальные. И поэтому в образовании проектное управление очень эффективно работает. И сейчас мы приходим к тому, чтобы оно работало не только на уровне муниципалитета, на уровне системы образования, а уже на уровне самих учреждений. Каждый из проектов должен вносить качественные изменения в городское образовательное пространство. Причем, как не раз подчеркнули на форуме, все идеи нужно воплощать в жизнь не для галочки. Как обеспечить педагогу пространство для такого рода творчества, решали сообща. Константин Полежаев предложил стимулировать материально. Зал поддержал овациями. В целом же на известное высказывание премьер-министра Дмитрия Медведева по поводу школы и бизнеса от имени всех учителей ответила Ирина Гречаникова. Есть такое хорошее выражение – не оскудеет рука дающего. Учителя – это те люди, которые в течение всей своей жизни отдают ученикам свои знания, частицу своей души, свою любовь. И поэтому мне кажется, что руки этих дающих никогда не оскудеют. И во многом, ну может быть там, где мы немножко недополучаем с экономической точки зрения, мы с Торицей возмещаем это детской любовью, детским признанием и тем, что наши воспитанники становятся настоящими людьми, настоящими профессионалами, гражданами нашей любимой России. Повышение доступности образования – вот задача, на которую был нацелен целый ряд реализованных проектов. В этом году открыли 49-й детский сад и дошкольные группы в Центре образования номер один. Получилось сократить очередь в сады на 450 человек. Ещё 140 мест было создано в частных детских садах. Возвращаются и корпоративные дошкольные учреждения. У второй горбольницы таковое уже есть. На очереди областная больница и госуниверситет. Все принятые меры позволили добиться хорошего результата. В 2016 году достигнут показатель, предусмотренный указом президента Российской Федерации о мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Дошкольным образованием обеспечены все дети в возрасте от трёх лет. Исключение составляет только те дети, чьи родители ожидают предоставления муниципального детского сада в конкретных детских садах по месту жительства и отказываются от посещения других детских садов. Переход в односменный и пятидневный режим обучения – это уже задачи, поставленные на федеральном уровне перед общим образованием. С 1 сентября в Белгороде в одну смену будут учиться уже 27 школ, а не 20, как раньше. Решить эту, пожалуй, самую актуальную проблему позволит и строительство новых школ. Масштабные работы идут сразу на трёх площадках. В 24-й школе уже вовсю готовятся к торжественной линейке. В микрорайоне новые два строителей пока на начальном этапе. А вот на улице Есенина уже приступили к отделке и закупке оборудования. Я живу лично в ожидании. Я думаю, микрорайон, который находится вокруг меня, с большим любопытством и, самое главное, с большой поддержкой смотрит на нашу школу. Люди подходят, узнают, помогают даже добрым словом, всегда поддержат. Здороваются с рабочими, проходят мимо люди. Здравствуйте. Мы так хотим увидеть нашу новую школу. Я думаю, что школа будет интересная, самобытная. На повышение доступности обучения направлены проект по созданию образовательных комплексов. Таковой уже реализован в бывшей первой гимназии, теперь Центре образования номер один. Его примеру в этом году последует вторая гимназия и 27-я школа. А суть образовательного комплекса в объединении дошкольного, начального и общего образования. Все это вместе объединяется, получается большая сила образовательная, получается единство и преемственность, и хорошо управляемая. И тогда и у учителей, и у детей появляется больше возможностей на создание различных клубов, организаций, клубов по интересам. Создавать такие клубы по интересам, увлекать детей новыми идеями, вести за собой и при этом все успевать – это миссия педагогов. Кадры, как известно, решают все, и самое важное, чтобы в них не было недостатка. Сегодня молодежь идет в школы и удивляет профессионализмом, а ответы на свои вопросы и поддержку начинающие специалисты находят в школе молодого педагога. Эта школа и призвана к тому, чтобы мы все вместе объединялись, находили ответы на сложные вопросы, помогали друг другу, поддерживали. Еще одна без малого стратегическая задача – работа с одаренными детьми. В областном центре им оказывается всесторонняя поддержка. Ежегодно 100 лучших школьников получают стипендию главы администрации Белгорода. Это они прославляют город и регион на федеральном и мировом уровнях. Это от них зависит будущее страны. Государство, которое стремится к тому, чтобы решить многие свои вопросы, вырваться, наконец, из каких-то, будем говорить, уже непередовых государств на передовые рубежи, конечно, должно решать эти вопросы через развитие личности. А личность, мое убеждение такое, любой ребенок изначально талантлив. В современной политической ситуации на первый план выходит воспитание не только одаренного человека, но и настоящего гражданина, патриота своей страны. С такой задачей успешно справляется кадетское движение. Оно охватило 18 школ города. Сегодняшние кадеты – наследники славных традиций русского офицерства. Все понимают, на сегодняшний день очень важно, чтобы из наших детей выросли достойные граждане нашей страны, которые были пропитаны чувством патриотизма, чувством гражданственности, чувством ответственности. Приступить к продолжению работы по всем обозначенным задачам педагогам предстоит уже послезавтра. На свой первый урок 1 сентября придут почти 4,5 тысячи первоклассников. Им предстоит влиться в большую школьную семью. Желаю, чтобы этот учебный год принес много нового, новые знания, новые открытия, чтобы педагоги провели его с легкостью, с интересом, с энтузиазмом, чтобы дети выросли еще на один год, стали умнее, стали воспитаннее, стали интереснее, чтобы каждый из них в жизни в этом году достиг очередной своей цели и поставил новую. Первые поздравления приняты, важные задачи озвучены. Впереди еще один день, чтобы собраться с силами. В четверг первый звонок прозвенит во всех школах в 10 утра и позовет детей и педагогов в мир новых достижений и интересных открытий. Елена Коржова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.